Сегодня на SM Films мы поговорим о том, без чего ваше видео будет выглядеть как полное... Сегодня мы поговорим о звуке. Точнее, о микрофонах. Итак, всем привет и добро пожаловать на SM Films, где мы говорим о том, как сделать ваше видео и фильмы лучше. Меня зовут Артур Вишневский, и мы отвечаем на вопрос. Как качественно записать звук и что для этого нужно? Видел в ваших роликах, как вы записываете звук, но не разобрал? И каким оборудованием пользуетесь, что так все качественно получилось? Не так много и нужно на самом деле, чтобы записать хороший звук, по большому счету микрофон и рекордер. Так что, конкретно, сегодня мы покажем, какие типы микрофонов существуют и что лучше подойдет вам. То есть, будет такой небольшой топ. Почти топ. Типа топ. Типа топ, но не топ. Итак, звук это такая штука, на которую мы не сильно обращаем внимание при просмотре видео. Обычно, когда смотришь кино, звук просто воспринимается как дополнение к картинке. Согласитесь, мы редко задумываемся, как же был записан звук для фильма. Нас больше волнует качество самого кадра, какую камеру использовали, какие объективы, какой свет. А про звукооператоры и еще целую группу людей, работающих над полной озвучкой фильма, вспоминают немногие. Пф, да кому они нужны? То есть, по восприятию звук нам кажется не самой важной частью фильма, но по факту звук настолько же важен, как и качество самой картинки. Если и не более важен. Нам будет намного комфортнее смотреть на некачественную картинку с хорошим звуком, чем на качественную картинку, но с плохим звуком. К примеру. Еще раз пустишь с него взгляд, я лично сажу пулю тебе в башку. Еще раз пустишь с него взгляд, я лично сажу пулю тебе в башку. Так что не стоит недооценивать звук. С его помощью вы сможете поднять качество вашего проекта в разы. Но запись хорошего звука полностью зависит от аппаратуры, на которую он будет записан. В первую очередь это, конечно, микрофон. И есть четыре типа микрофонов, которые используют в кино по разным нуждам. Первые два, самые популярные, это пушечный микрофон и петличка. Пушки идеальны для таких вещей, как интервью или диалоговая сцена в фильме, когда человек не двигается или немного двигается. И это связано с тем, что микрофон имеет очень узкую направленность и записывает только то, что находится напротив него, приглушая все остальные звуки. Именно поэтому он так идеален при съемке диалогов, когда нам нужно слышать только конкретного актера. И держите в голове, что пушечный микрофон, как в принципе и любой другой, дает лучший звук только вблизи источника звука. Чем вы дальше, тем хуже будет качество звука. Но что если, скажем, вы снимаете какое-либо мероприятие или семинар, когда человек постоянно двигается и у вас просто нет возможности постоянно за ним ходить. В этом случае лучше всего использовать петлички. Вы прибабахали ее на одежду и больше не нужно париться о том, как он двигается и что он там вообще делает. Но не забывайте о том, что когда пишете звук на петличку, у вас будет только голос конкретного человека, остальные звуки будут еле слышны. Поэтому я люблю использовать еще один или несколько пушечных микрофонов, направленных в разные части помещения, в зависимости от того, что я хочу слышать. В таком случае на монтаже у меня будет намного больше выбора. Я могу оставить только голос одного человека или иногда добавить аплодисменты зрителей, реакцию, музыку или любые внешние звуки. К примеру, в записи саундтрека к Интерстеллару в церкви они используют несколько микрофонов в одном помещении, потому что в каждом месте будет другая акустика. То есть идея в том, чтобы захватить как можно больше источников звука, в таком случае вы сможете добиться того звучания, которое вы представляете у себя в голове. Но если вам нужно записать только внешние звуки или вы постоянно двигаетесь, но по-прежнему нужен хороший звук, будет хорошей идеей взять радешное VideoMic Pro. По сути, это небольшой пушечный микрофон с креплением на камеру, что делает его очень мобильным, и поэтому он стал дико популярным среди видеографов. Также будет хорошей идеей использовать петличку как запасной звук, помимо записи на пушечный микрофон. Тогда у вас будет запаска на монтаже, на случай, если что-то пойдет не так с одним звуком. Также иногда логичнее использовать петличку вместо пушки, если вам нужен общий кадр, но в то же время нужен чистый звук актера. Пушку здесь будет не совсем целесообразно использовать, потому что, отдалив микрофон очень далеко от актера, мы получим очень слабый звук. Поэтому общий кадр, прячем петличку, хороший звук. Но если вы хотите получить еще более качественный глубокий звук, и при этом вам пофиг на здоровый микрофон в кадре, тут подойдет конденсаторный микрофон или динамический кардиодный микрофон. Первый очень специфичен, поэтому в кино его обычно используют для закадровой озвучки. Помимо кино, такой микрофон отлично подходит для подкастов и всего такого, то есть там, где звук важнее, чем видео, если оно вообще есть. Когда второй используют во время выступлений на сцене или для таких вещей, как интервью, например. Потому что такой микрофон захватывает только звучание около него и только спереди, все остальное он приглушает. Конечно, у нас есть конкретные примеры микрофонов, рекордеров и прочих микрофонных плюшек, но это уже другая тема для следующего выпуска, который выйдет сразу после трейлера к нашему новому короткому метру Порог, и вы сможете заценить его прямо на нашем канале ровно через неделю. То есть трейлер и сразу после звуковые плюшки. А на этом все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал, нашу группу ВКонтакте, наши Инстаграмы, все ссылки, как всегда, в описании. И увидимся в следующих выпусках. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова